Если вы будете говорить, я тут что-то сидела и подумала, какой ты у меня самый лучший, это же, я объясню почему, на самом деле тоже есть база, она тоже есть в этой книге, там вот Тея Орбак это все подробно объясняет. Ситуация заключается в том, что потребности основных три у всех, у нас у девочек мир другой, мы же существуем совершенно в другом мире, мы этого не осознаем, мы же с самого начала, будучи даже маленькими козявками, мы постоянно получаем комплименты и признания. Ой, какое у тебя платьишко, ой, какой у тебя бантик, а туфельки, а вот это что, а ты какая умница, блиночки, испекла маме, помогаешь помощница, мы же это говорим не замечая, как женщины разговаривают, вот я вчера встречалась, ну не с коллегами, а со студентами по бизнес-коучингам, и по сути дела друг другу даже не друзья. Ой, ты как классно выглядишь, а какие у тебя сережки, а как у тебя волосы классные, слушай, какое у тебя классное пальто. Мы же девочки друг другу вот это признание даем постоянно, а плюс еще начинается, как ты похудела, а кто у тебя поихмахер, а посоветую, кто тебе ботокс так классно проколол. Это же все то же самое, ты классно выглядишь, я тоже хочу так, скажи мне, кто тебя сделал такой красоткой. Ну правильно, поставьте плюсики, если согласны, но оно так и есть. Мы друг дружке постоянно даем признание, что происходит в мужском мире. Ну тут уже из разряда чисто поржать. Но мы можем себе представить, ну кроме определенных кругов, да, можем себе мы представить, чтобы мальчики с друг другом так разговаривали. О, какая у тебя стоишка, а какой у тебя галстук, ой, слушай, ты прямо так вот похудел. Они как разговаривают? Не, ну что-то ты растолстел как-то чуток, да. Они же не разговаривают, как мы, представить, чтобы мальчику кто-то сказал, ой, какая у тебя рубашечка красивая, ой, какие у тебя штанишки замечательные. Но кто мальчику это будет говорить? Мальчиков хвалят исключительно за достижения в их мужском мире. Нет, слушай, сейчас это скажу, там последняя теоретическая база, а потом объясню, что конкретно с этим делать. Смысл именно в том, что мальчиков не хвалит вообще никто. Его даже мама родная не хвалит после 18-ти. Вот. Ну как скажет, слушай, ну ты машину заправил, ну спасибо. Картошку прокопал, ну молодец. Да, тарелку в посадомойку убрал, ну вроде ерунда, да. Ну а что, а что ты, тарелку думал за тобой, что ли, ты граф, за тобой кто-то убирать будет? Если девочки скажут, ой, ты хозяюшка, спасибо тебе большое, маме помогаешь. А мальчику скажут, ну и что ты за собой тарелку не убираешь? Да? Мы же с мужчинами разговариваем совершенно по-другому. И потом во взрослой жизни мы с мужчинами разговариваем как с сыновьями. Ну как с рабами со своими, серьезно. А потребности базовые, я же к чему вот это долго нудно веду, потребности базовые, они у всех одинаковые. Им тоже хочется, чтобы их хвалили. Почему они, мальчики, да, почему они, посмотрите, во что они играют. Если мы играем там через скакалочку, ну сейчас современные дети не играют ни во что, но в нашем босоногом детстве, да, мы же там через резиночку, через скакалочку, мы толпой все вместе. У нас через резиночку прыгать, это же получается было бабские сплетни, даже во двое. Они играют в футбол, они играют в хоккей, они между собой не разговаривают. У них самая главная задача, надо победить, надо быть первым, надо вот по-любому в эти ворота впередся, потому что только если ты выиграешь, ты можешь себя похлопать по плечу и сказать, я мужик, я молодец. Они не получают, мужчины не получают поизнания, похвалы от слова совсем. Посмотрите, как мальчики, как взрослые мужчины играют со своими сыновьями. Нам пофиг, ну выиграет он там в шашке в шахматы, ну неважно, господи, ребенок, грех не поддаться. Мужчина будет со своим двухлетним ребенком, усравшись, чтобы вот в машинке выиграть первым, потому что только тогда, выиграв, у него единственный небольшой шанс почувствовать, что он выиграл, он супер, он может, он признание свое получит. Они упираются в это, как маленькие дети, не потому что они не понимают головой, что это смешно у детей выигрывать, понимают, но вот этот короткий момент, я выиграл, я герой, я молодец, потому что, опять же, мальчик или мужчина, мужчине никогда не скажет, какой у тебя галстук, прямо такой галстук, прямо все, где ты такой галстук купил? Ну, в лучшем случае, где ты купил эту машину, но это же не к нему, не к его внешности относится, правильно? Вот, поэтому золотое правило общения с любыми мужчинами, даже если они не ваши кавалеры. Сели в машину, да, к такси, тренируемся на таксистах. Как вы классно... Нет, ты не ржи сейчас. Сейчас я все... Я абсолютно все... Я это делаю постоянно, чтобы из роли не выйти. Но неважно, где. Как вы классно проехали этот перекресток. Вот у меня бы в жизни так не получилось. Как вы классно припарковались. Ну, вообще, ну, просто умеять. В кофе пошли пить. Он боисто стоит, там что-то мешает. Вы мне нарисовали сердечко. Слушайте, какое классное сердечко. Ну, я сейчас утрирую. Но примерно в таком ключе приучить себя разговаривать со всеми мужчинами. С коллегами по работе. Я не знаю, но любой мужчина. Письмо он принес. Слушайте, спасибо вам огромное. Я это письмо прямо дождаться не могла.